так зона отдыха у нас называется арчезор ну как вам сказать ожидал я конечно что будет водохранилище до традиционное которому я привыкла нет оказывается только бассейн тут свой ну ладно посмотрим очень понравилось том ванне что тут просто огромные старые сосны просто смотрите какие какой ствол тут я в жизни не могла бы подумать что вот я не знаю это сосна или нет скорее всего это не сосна вот разновидность какой вот того хвойного но вот смотрите какой ствол тут просто огромный размер вот проходит женщина вот смотрите классно да абсолютная тень очень понравилось просто класс смотрите что тут я конечно когда жизнь не видела вот такого вот засланного иголками лужайка да получается это или солома и нет это это не солома это вот эти вот иголки до от деревьев и деревья конечно высоченные просто тут по 30-40 метров отличный такой сосновый бор да очень очень понравилось очень да очень очень приятно по этим иголкам ходить если честно классно так смотрите супер да это не солома да такая знаете плотно утрамбованная вот эти вот типа да ну ну что-то так понравилось приятно ходить по этим иголкам совершенно другое какое-то ощущение очень понравился красиво ну дети конечно сразу покачали посмотрите я просто удивляюсь тому что все таки да вот не зря дерево нужно для тени сегодня по как бы прогнозу сегодня самый жаркий день короче пик да вот этого вот всего жаркого получается что вот здесь несмотря на то что в горах да в открытой местности в открытом месте очень жарко но вот это вот создает такую знаете тень и прохладу вот эти вот деревья да это же не крупно листовое дерево дерево да все вот это вот тут как вам сказать иголки и вообще зеленая часть на самой макушке все остальное высохшее да тем не менее даже несмотря на вот это вот кажущийся недостаток зелени вот этих вот зеленых свежих иголок на на самых макушке все равно создает такую тень тут классно даже такой прохлады едет класс супер не ожидала кстати давно не было в горах очень долго по-моему лет на 7 назад последний раз плавили 6 не помню вот смотрите где может такой встретить только в горах кстати искусственно давать эти деревья высажены это советских времен однозначно ну класс просто супер очень понравилось зона отдыха арте зор ну как я поняла здесь у нас вот эта вот старая постройка сейчас реконструируется на заброшенное по моему было место кажется вот с этого года взялись то очень красиво получиться по моему по соседству находится здесь за забором уже другой по моему очень красивый вид тут открывается из-за активного солнца у нас вот этот пересвет пересвечивает горы и получается такой знаете грязный серо зеленый цвет из-за пересвета до активного солнца здесь такой же знаете а и по такой знаете пересвет и все это выглядит намного более как прозаично на так как-то серо но дает серым очень красиво мест вот эту вот плиточку да вот обшивку вот это вот типа такого не хорошо плохо тисненного камня давно в ташкенте не делают по моему вот это вот место было построено так и не завершено плиточка сохранилась скорее всего у них складах они сейчас вот делают отделку вот вот этих вот бетонных ограждений вот такой вот плиточкой которые давно уже наверное нигде больше не производят здесь она сохранена ну получается такой old school new old style что-то такое очень живописное место очень красивое такое компактное зон отдых называется арчи азор вот это вот я верхнюю часть сейчас река реконструирует по моему давно не работающая не функционирующая часть вот там наверху то что я снимала а вот здесь вот такие вот маленькие аккуратные домики везде вот такая аккуратная плиточка такие вот дорожки которые поднимаются наверх очень красочно очень красиво топчан аренда топчана стоит 6 650 тысяч посуду предоставляют все условия короче есть если кто хочет может прийти бассейн есть я сейчас тоже засниму бассейн очень красивое место прям смотрится какие березки тут растут спокойно тихо вот это место мы конечно не приметили но мы-то бронировали заранее может быть это место дороже смотрите вот такие вот дорожки которые поднимаются наверх то сейчас поднимемся посмотрим кстати вот эти вот лестницы да тропиночки как бы наверх классно придумали потому что как бы вот это вот зона отдыха вся испещрена вот такими вот лестниц лестничками скажем так которые поднимаются спускаются к сожалению вот этого часть по моему давно не использовалась на этого то что поднимается наверх здесь уже как бы не ухоженный там строительный мусор но в принципе вот так вот везде полностью очень красиво место еще одна тропинка который идет нас вниз посмотрим насколько она функционирующая я потому что предыдущая у нас вела стройке видите очень приятное место здесь мы арендуем очень очень хорошим просто красиво кстати тут очень много всяких там ягод по дороге так мы видели прям знаете горы которые в которых рос исключительно миндаль да кстати думаю что эти горы вот эти вот они дикие да они никому не принадлежат нет оказывается так как у нас наши невестки дядя занимаются бизнесом здесь он сказал она в нам объяснила что со стороны хоккемиата раздаются земли там по 60-40 предположим гектаров земли владелец которого обязан ухаживать за этим за этой землей плюс еще как бы снабжать рабочими местами населения получается что оказывается такой бизнес нанимаются работники которые ухаживают за этим местом плюс в сезон госпеет миндаль и грецкий орех получается эти работники они собирают урожай и получается 50-50 до 50 процентов владельцу земли 50 процентов остается им плюс еще задача владельца оказывается сбыть этот товар очень очень хороший налаженный бизнес оказывается вот это мне очень понравилось но сейчас я страны стройки хотела подняться на гору там в сторону леса да скажем так не лезем буш то такой у меня не получилось потому что уж зыбка зыбкая вот эта вот земля оказалась она такая знаете зыбучая да и я просто побоялась что смогу соскользнуть соскользнуться и упасть потому что очень очень там просто знаете скользко не скажу скользко вот зыбка просто вот эта вот земля на такая рыхлая вот смотрите здесь люди приезжают отдыхают оказывается здесь вот бассейн бассейн тоже ничего здесь по-моему меньше есть любой бассейн который побольше классно бассейн который побольше наши там купаются пойдем гуляем на еще такой момент все мы прекрасно знаем особенно женщин да я прекрасно знаю вот эти вот брызгалки до плюболизаторы с разной химией которые мы пользуемся часто для чистки сантехники для бытовой техники а зелит вот эти вот до кислоты которые мы чистим извести которые собирается сам на сантехнике так вот купила вчера буквально новое хотела почистить плюболизатор оказалось и на славу хорошо работающий но минус в том что он настолько сильно распыляет вот эти вот состав то что он как бы получается такой облако из всего этого и кажется я надышалась этой химией и как бы это спровоцировало какое-то воспаление у меня в горле очень сложно мне говорить очень сложно сожалению так что оказывается не только перчатками ну и маской надо пользоваться чтобы не повредить себе какие-то там дыхательные пути а я вчера проигнорировала это надышалась химической кислотой специально для растворения извести 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 надеюсь все будет окей хотела засрасым конечно хочу очень живописное место прям я не знаю наверное весной было бы тут вообще посмотрите какие глыбы супер очень красиво я не знаю каждая по моему о ну скорее всего тут ничего не перевозили это все было здесь но если даже перевозили то правильно сделать там что-то очень красиво и тречка своя вот такая вот в город который идет такая прохлада классная очень красивое такое живописное место в ташкенте сейчас очень жарко даже вот здесь как бы ощущаются так в горах в основном прохладненько но сейчас здесь как бы жарко но комфортно до комфортно есть ветерок есть прохлада от речи что советую всем кто хочет но здесь конечно да заболочено все поэтому такой запах него по вот этим вот мангалами казанам здесь воскресные дни все заполнено представляю что тут вишня до сих пор такая вот сырая непоспевшая есть красивое место кстати вот это вот здание по моему соседние или нет но так как я поняла несколько зон отдыха за находится рядом до соседству но занимают они конечно такую прям большую территорию маленькая тут территория но так вот все это уходит наверх да на склоне все это находится можно как бы по тропинкам прогуляться и это создает некую такую атмосферу и объем на самом деле тут территория не такая большая на с вами поднимемся вот наверх по этой тропиночке ничего не понравилось тут какие-то странные другие птички странные которых я даже не видел очень красиво тут но все вот эти вот эти вот домики это все конечно в архитектуре видно это дачные здания все очень красиво но так как сейчас вообще у нас этот антициклон кажется да жаркий из ирана в принципе тут комфортно но все равно жарко для для гор немножко жарковато потому что мы же привыкли ассоциировать горы немножко с прохладной погоды очень красиво кстати вон там есть оказывается очень большой глубокий бассейн но кажется это частная территория все все тут застраивается это конечно будет чем больше вот этих вот домов тем больше зелени будет соответственно очень красиво вот видите да решетка там уже другая территория другая зона отдыха кстати хотел бы показать вот эти вот хвойные которые сильно отличаются от того что мы видим в ташкенте это совершенно другой да это вообще мир хвойных он очень большой да чуваки разнообразие просто поражает и каждым разом меня просто не перестают удивлять вот эти вот хвойные вот здесь вот есть вот такое вот хвойное дерево шишки знаете такого темно-фиолетового уходящий в черный цвет вот здесь вот можете увидеть вот я вам сейчас покажу ну вот видите да это такой знаете черный цвет но в солнце он как бы как бы отдает темно-темно-фиолетовым очень интересно такие продолговатые шишки вообще не знаю что за хвойные но такое я в ташкенте точно не видела огромных размеров дерево они все такие прям большие хорошие ухоженные да по моему никогда и не болели супер вообще такое колоритное красивое место да такой закос под Европу но удачно получилось все очень красиво я человек который очень много просто ходит пешком просто так как я наверно никто не ходит пешком даже для меня я могу километром ходить пешком и даже для меня вот этот вот спуск подъем оказывается сложная задача я просто задыхалась да никогда никогда в жизни я просто идя пешком не задыхалась все здесь да сейчас я опять сильно поднимаюсь наверх да красивое место да симпатично да такое все компактное все кстати очень много людей отдыхающих ресторанчик там впереди прям он весь заполнен обратите внимание очень много народу приезжают классное место а красивое место такое компактное уютное но все таки я человек такой привержен все таки всего больше природного да поэтому ну как так купаться в этом бассейне мне не хочу мне не интересно что любит наши любит наши очень девочки шумные активные вот смотри о, смотри уху ребята Субтитры сделал DimaTorzok